Добрый день. Первый раз в помощи. Надо что-то менять, наверное, периодически. Я приветствую всех заинтересованных, потому что тема инвестиционной деятельности, тема внешнеэкономических связей, условия современных вызовов, она очень актуальна и она малоисследована, я бы так сказал. И порой в повседневной жизни нам не хватает времени, нам не хватает исхода каких-то надеялов, чтобы качественно понимать, что происходит вокруг. Как себя, где моя роль и место, конкретная фирма или конкретного руководителя, или группы фирм, с тем, чтобы правильно выстраивать, выстраивать стратегию. Я с уверенностью могу сказать, что прежние, прежние схемы, прежние алгоритмы, даже если кто-то Гарвард заканчивал и так далее, 5-7-10 лет назад, они уже устаревают, они уже устаревают. И единого какого-то источника, где почитать, чему научиться, мы до сих пор пока не изобрели, и пока ученые аналитики сформулируют, время опять ждет вперед. Таким образом, мы можем оказаться все время вдохоняющими. Поэтому идея вот сегодняшних заинтересованных людей, которые здесь собрались, оценить все-таки ситуацию, где мы находимся на сегодняшнем этапе. что происходит вокруг, с тем, чтобы действительно роль и место каждого и всех, она была более-менее понятна. Мы понимали, что все-таки происходит, а спрогнозировать мы обязаны, потому что действительно мир очень много. Поэтому мы вывели на сегодняшнее обсуждение, на сегодняшний разговор две основные тяги, как нам показалось, которые будут интересны буквально всем, всем и вся. Первое – это инвестиционная деятельность. Нет инвестиций, нету жизни, нету продолжения. Невозможно планировать, не вкладывая, не прогнозируя вложения, не прогнозируя к ней безопасность и последующие шаги, которые все риски, которые приносят инвестиционные деятельности. Сдаются слова «сфера деятельности», но она необходима для того, чтобы действительно общество могло развиваться. И каждая компания не участвует. С другой стороны, инвестиции вложили, но рынок так меняется, так бизнес-планы устаревают очень быстро, что невозможно спрогнозировать дальше, что делать с этой продукцией и какие материалы, какие вычерки необходимо понимать и включать с тем, чтобы вписываться в общие конвенции и все-таки видеть, как товар, конечный продукт, будет реализован, на каких условиях, в каких странах и с какой ценой, качественной и так далее. И как? В санцовы пойти на глобальный момент, который происходит. Вы видите, я имею в виду, и каждый из вас ощущает последние такие резкие движения между большими транснациональными странами и континентами, которые происходят. Мы этих правил не знаем, вы проагнозируете, где можно. И это основной риск для компаний, которые не до конца понимают, что происходит, что будет завтра, как себя вести. Вот исходя из такого посыла, собственно говоря, я думаю, он заинтересует не только, я должен заинтересовать, я не надеюсь, и мне в этом должны помочь в наших экспериментах, которые располагаются вот перед вами. Мы здесь в зал, мы решили, так сказать, в режиме онлайн, прямой диалог с тем, чтобы мы все-таки немножечко-немножечко стомулировали вот те вызовы, те проблемы, которые могут выйти, немножко понять, что происходит, мы где. Потому что, что касается самой заявленной, я еще раз вернусь, помню, с чего начиналось, тема на несколько там деполировалась в областной программе инвестиционной деятельности, изучить тема про глупость, инвестиционные площадки и так далее. Все это у нас есть, все это мы порешаем, это все решаем, так сказать, в локальном плане, найдем, кому надо мегаватт электроэнергии или 20 мегаватт электроэнергии, решим вопросы с жильевыми сетями, с какими-то другими проблемами. но ради чего мы собрались, я бы это сформулировал именно так. Мы занимаемся профессионально инвестиционной деятельностью с точки зрения сцены и ситуации, с точки зрения создания условий для инвестиционной деятельности и на границах свободно-экономической зоны. Это наша основная задача. я бы пытался сформулировать, что это не только такой вот, знаете, шкурный интерес, что ли, да, вот меня как бы администрация, которая за это дело отвечает, а он касается каждого. таким образом посмотреть, как в общем происходит ситуация, что с этого. Мы посмотрели, и этот анализ, в принципе, он у нас общеизвестен. Ничего я здесь, в принципе, нового не скажу, но тем не менее, одна тенденция. Так вот, в 18-м году прямые иностранные инвестиции в целом снизились на 13%. Это уже звоночек. Это только за один год. А если взять два, если с таким же трендом, мы, так сказать, можем вот эту вот динамику развития несколько быти лет. Если посмотреть страны с переходной экономикой, имеется в виду такие страны, как, ну, ключевые страны Россия, Украина, Средний, Белорусский, Министерство, Казахстан и другие, всего 17 стран, которые отстеживаются, они упали еще больше. На 28% до 34 миллиардов долларов США. Или 2,6% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Да, ключевой причиной стало падение ПИИ на 49% в России, которое занимает почти 40% общего объема данных сегментов, ну, и также отмеченного из окружающих Казахстана и Украины. Таким образом, это перелом, и он очень ощущается, и только со стороны, как сказать, интересов, чисто, что надо какие-то делать шаги для того, чтобы Родна или Белоруссия, или любой другой регион. Это тенденция, но, как бы, в то же время, вот, на примере Республики Беларусь, это падение не имеет такого резкого тренда, и в частности в СЭС, Годный инвест, наблюдается положительная динамика по показаниям части работы по прямым иностранным инвестициям, и мы находимся в лидирующих позициях по накопленному инвестициям среди всех прочих, ну, и остальных оставшихся свободных экономических зон, которые, вам известно, в каждой области есть, и если накоплены инвестиции, то у нас, скажем так, половина от всех республиканских показателей, они накоплены именно здесь, в свободной академической зоне, в родной инвестиции, это тоже важный показатель, и он говорит. У нас в этой связи, в этой связи, в этой связи пытались сформулировать, вот, и пытались так-то идти работать на опережение, чтобы понимать, что происходит, и в какой-то период предлагать какие-то варианты, понятные инвесторам, для того, чтобы были более уверенные шаги по инвестиционной деятельности. Это и вопросы инфраструктурных, создания инфраструктурных условий, это вопросы территориальных, мы несколько раз, периодических, раз в два года, наверное, мы все-таки меняем границы в связи с свободной экономической зон, в связи с потребностями того или иного, наверное, или отраслевого, класса, нового подхода, с тем, чтобы, ну, инвестор мог использовать вот эту вот возможность для реализации более полной своих идей и так далее. Поэтому отсюда у меня вот вопрос господин Мухачуясового о многочисленных материалах и инвестиционных статьях ведущих белорусских СМИ. Вы сейчас являетесь корреспондентом журнала, интернет-издания, офис-лайф, который соосвещает экономические аспекты важнейших событий Европы и Белоруссии на выбежон. Значит, с вашей точки зрения, какие ключевые события можно выделить за последние 5 лет по изменению инвестиционного климата в Испублике Беларуси, какие значимые сделки были совершены и какого вы видите все-таки ближайшую перспективу по примечению инвестиций? Спасибо. Значит, это возможность... Да, да, молодой человек. Пойдем с вами, с вами, с вами. Я хотел бы начать, наверное, скорее не с событий, а вот с описания каких-то факторов, которые меняют инвестиционный маршавт в Беларуси, может быть, скажем, такой в ретроспективе 5, может быть, даже чуть-чуть большой, и на фоне которых, соответственно, инвестиции либо привлекаются, либо привлекаются недостаточно, но вот из важнейших таких, скажем, глобальных факторов я бы отметил то, что наша, скажем так, промышленность, вообще бизнес и, скажем, все экономические активные игроки сейчас выступают, уже вступили в фазу смены основных фронтов, активные части. То есть мы как бы давно уже продемонстрировали, что мы не плохие строители, то есть мы хорошо можем возводить дороги, корпуса и так далее, там, вот до АЭС, но начинку в любом случае мы должны получать из-за рубежа, и на 75% по статистике основные фонды у нас занимаются именно импортным оборудованием. И что мы наблюдаем в последние годы, это 5-5 лет, что мы стали перед выбором на какой технологической базе проводить новую индустриализацию. Вот я специально прикинул из крупнейших проектов, вот у нас есть опыт работы с китайскими товарищами, соответственно, АЭС строится на базе российской технологии, и крупнейший сейчас, который реализуется, частный индустриальный проект, это строительство на гневурах металлопрокатного завода, насколько я помню, там немецкие технологии. И вот эта дилемма, она достаточно еще как-то нечленная, то есть, что мы будем, как бы, и на чем мы будем строить, вернее, чем мы будем заменять то советское, скажем так, прошлое, которое нам просто централизовано сюда поставлялось, соответственно, мы его используем для своей индустриализации. Но вы знаете, что китайские наши партнеры достаточно интересные себя ведут благодаря тому, что у них есть интересные финансовые предложения, но в то же время, ну, я думаю, самослышанная ситуация с цинентными заводами, и ситуация с Доброшом, с заводом, по-моему, производственной цирлиозы, где очень много возникает вопросов после того, как, соответственно, в качестве партнера финансационных прилегают китайские технологии. Ну, в общем, такой достаточно серьезный фактор, и в ближайшее время там мы, как бы, для себя принципиально должны определяться, в каком направлении мы будем заниматься. Следующий фактор, это глобальная валютная масштаба, это финансовая стабилизация, я не знаю, валют. Ну, если посмотреть какой-то там в реперспективе, то вы увидите, что, конечно, что валюта, белорусский оборуд, ввел себя по отношению к странным валютам достаточно непредсказуемо, но при этом вот усилия правительства и Национального банка в последние 3-4 года, они нам дают достаточно большие основания, надеяться, что и правительство, и финансовый регуляр должен, скажем так, полной решений сохранить стабильность национальной валюты. И, соответственно, это тоже важный посыл для иностранных инвесторов в том смысле, что они могут исключить риски из своих проектов в будущем, скажем так, доходов и, соответственно, вывода капиталов в адрес материнских компаний. Далее, скажем так, третьим тоже таким важным фактором, я бы отметил, скажем так назвал бы, готовность, которую Беларусь продемонстрировала в отношении, скажем так, цифровой, эмансипации, то есть восприятие этих цифровых технологий и повседневное внедрение этих цифровых технологий в отличные сферы производства бизнеса, торговли и так далее. И здесь, ну, конечно, может быть, журналист, например, подклассовые технологии наших IT-компаний, которые достигли больших успехов, в этой разности очень хорошими темпами, но самый главный выбор из ПВД и из IT, на самой точке денег, это в том, что Беларусь продемонстрировала, ну и компания, которая руководит Беларусь, они продемонстрировали способность включаться в технологические цепочки международных корпораций, и, соответственно, разговаривать с ними на одном технологическом IT-кере и готовить на них понятные им продукты. И это, как бы, тоже очень важный вывод последних пяти лет, хотя, ну, даже по грузовой технологии делаем больше, чем пять лет, но вот именно самый взрывной этот рост, он просто наблюдается в последнее время. Также я считаю, что важным фактором является строительство Беларусь, если отбросить, скажем так, всю политическую составляющую этого проекта, то мы увидим, что через пять лет мы получим примерно 50% из политических мощностей от уничтого уровня по энергетике, по энергии, по топливу энергии, ну, по осековой энергии. И эти 50%, соответственно, ну, нам нужно только отразивать, то есть, разумеется, будет идти оптимизация от вывода неэффективных мощностей, уже существующих, но то, что у нас появляется такой избыток энергии, это, ну, мы должны, мне кажется, вот этот сигнал представить, что мы готовы принимать любые много насыщенные производства, ну, разумеется, с учетом теоркологических первых, но тем не менее это фактор, который, по крайней мере, будет в ближайшем будущем каким-то образом определять все инвестиционные планшеты. И следующий фактор – это то, что сегодня уже на экономных заседаниях может быть сложно, может не сложно, отмечался, это фактор такой, который, когда за последние годы, скажем так, мы можем предложить инвесторам очень разнообразный ассортимент в плане, скажем, подключения к каким-то там либо к юридическим, либо к налоговым локациям. У нас есть Орша, есть инвесториальный парк «Великами», есть «Малые города», есть, можно сказать, ССС, есть «Гребить», по-моему, тоже у вас особое, да? – «Барк» – да, да, есть там, да? – Да, то есть у нас очень широкий ассортимент, ну, по-первых, можно использовать «Орожен», да, «Орожен». То есть для инвесторов мы можем, скажем, такой хороший, для вас посыл, что в зависимости от, скажем, так, новостей или специфики производства, или необходимости, ну, хорошего расположения определенной логистики, там, связанные, например, и «Орженщики» презентации было, мы тоже это видели. То есть инвестор может очень хорошо выбирать среди этого ассортимента и среди этих различных налоговых режимов, и видишь, ну, само по себе, это, по-моему, тоже хороший аналог. – Что касается значимых сделок… – Ну, давайте так далее. – По значимым потребляем, когда в минуту сильно просто анализ, подначим сделкам, я просто назову, значит, одну цифру и один пример. Вот наши коллеги из компании «Зублокапитал», они аккумулировали сведения о том, на рынке сделок по слиянию и поплачению последних трех лет. И они насчитали более 70 сделок стоимостью свыше 500 тысяч евро. – И вот что я хотел обратиться к этому, что только треть этих сделок, в этих сделках, в качестве материнской компании, у сухого компания «Зублокапитал» – то есть две трети – это сделки с участием иностранного капитала, и это тоже, скажем так, хороший сигнал, потому что еще, скажем, 10 лет назад на таком количестве было бы представлено, что такое количество сделок проходит, и сам рынок начинает формироваться. Вот. А вот из знаковых сделок, опять же, вот, включая количество, я бы отметил сделку с участием французской компании «Лакталис», которая приобрела недавно теоретический научный комбинат. Ну, сам по себе знаковый – это, что французская национальная корпорация еще пошла на наш рынок, ну, не город, мы слили в местах. Ну, тоже. Ну, это делаем. Делаем. Заправление в атаку, да. Да. Так вот, значит, я беседовал с ребятами, которые сопровождали, помогали сопровождать эту сделку, они мне рассказали очень такую забавную историю, ну, не забавную, а такой поручив себе. Ну, естественно, когда прошел процесс знакомства инвесторов, создавшего на собственном предприятии, директор, там, принимал ресурсическое вложение, там, ну, и постоянно кто-то, что вы должны учитывать, что в Беларуси какая-то есть специфика для инвесторов. Они долго это слушали, слушали, вот, постоянно повторял, повторял, потом они сказали, значит, уважаемые, не надо волноваться, мы проводим 2-3 сделки каждый год в разных странах мира, на разных континентах, и везде есть свои специфики, но если делать все правильно, то эта специфика все равно никак не может повлиять на развитие бизнеса и перехода иностранного капитала в другую страну. – Спасибо очень. Хороший вы задали тон. Я, с моей точки зрения, обозначил такие вот ключевые позиции, которые возможно дальше развивать и что-то из них вынести. Тенденция понятна, да, вот, я для себя пометил 4 позиции, которые мы озвучили. модернизация производственной мощности, которая произошла и которая происходит, продолжается в республике. Это положительный очень такой процесс, но они все наслышаны со всех сторон, но ни одно производство не может заткнуться только, так сказать, в одном цифре, в своих стенах. Кооперационные связи, они должны быть понятны, откуда будут поставляться какие-то серебрии, откуда какие-то будут компоненты поставляться, что-то будет дальше перебадываться, доводиться с тем, чтобы бизнесу было понятен количество хотя бы или направление вот мыслей, что можно было бы поиметь вот в рамках реализации, в рамках таких вот крупных проектов. Ну, самый простой в том мире все понимают. отлично, все хорошо, автомобильная страна, ликовой, процесс идет, сеть жюри видим, процесс работает. Но, понимая, из чего состоит этот жюри, понимают здесь из присутствующих, наверное, директор завода радиоволны, которые вот здесь через дорогу буквально, которые сейчас очень интересны, которые комплектуют. Проспагин, Ауди, что там еще? Шкода. Шкода и так далее. Мало кто на Шкоде знает, это трудно, они ставят эти вот жгуты, установки, ликопорода и так далее, они ставят пункт сюда, с этого места. Например, вот машина состоит в сочной компонентах, да, и в рамках крупного инвестиционного проекта предусмотреть каждую, каждую деталь, чтобы она выполнялась именно вот крышей вот LG. Наверное, так никто не делал, все надеются на поставщиков и все остальное. Я к чему говорю, что если бы была отработана схема по принципу «Премьера Мерседеса», это концернов, которые определяют правила игры, проводят определенные вопросы сертификационные, проводят определенные торги через определенные, и любой из бизнесменов, смотря на свои возможности, может абсолютно спокойно с использованием цифрового уже экономики участвовать вот именно в этих локомотивах, которые двигают. Таким образом, этот локомотив частный малый и средний бизнес автоматически вовлекает в свою большую виду перспективы как по времени, так и по количеству и по скорости реализации, принятия и стимул к развитию, естественно. Так вот, в этом плане, мне кажется, вам просто как пожелание, а не для насуждения, что надо было бы поанализировать вот эти вот такие вот тенденции. Мне кажется, мы здесь еще очень много ниш, которые есть, живые такие ниши, над которыми можно было бы с минимальными затратами поработать и вот обсудить на вот таких вот формах и предложить тому же бизнес. В курс рубля я опускаю, без комментариев. Понятно, это впервые у нас за многие годы то, что происходит, но об надежном это оценивается на всех уровнях. Действительно, возможность как минимум портализировать цифровую валидизацию и высоких технологий. Без комментариев, конечно, дело нужно и повышать их долю УВП. Что касается энергосистемы людей, где мы писали планы по снижению потребления. Каждый год доводилось, мы все ниже, ниже. Я один из директоров сказал, вы прислышали, я такой долго работаю директором. И, в принципе, по тем планам, которые я всю жизнь выполнял, я должен эту электронику генерировать в систему. Потому что мне когда три года доводили уменьшение потребления на 10% по электронике, как простая, за 10 лет по нулям, я лучше ничего не могу употреблять, исходя из этих всех отчетов. А в последующие годы генератор. Сейчас мы это постановление провести энергоемкие производства, которые должны располагаться здесь. Это, наверное, абсолютно понятно. Но мы говорим опять-таки, вот то, что я первый комментарий несколько затянул, но он аналогичный. У меня тоже мысли вслух тоже. Да, мы генератор поставили и очень мощный и очень хороший. Но сам генератор работать или снабдить всех потребителей в нормальном объеме, в требуемом объеме, он не способен. Нужна инфраструктура к этому генератору. И если министерство энергетики как основной, он способен это реализовать, он может сказать, да, обращайте все ко мне, и я вам и в процессе отпущу электроэнергию, и в земле где-то там или в любом другом населенном пункте, да, вы получите то, что вы хотите. Вопросов нет. Я вчера приехал и вернулся из Польши, там, на первых были тоже бизнес-встречи целые ряды. Один из инвесторов заявил проект к обсуждению стоимостью там порядка 50-60 миллионов евро, средний такой проект. Ну, второй, одной из проблем, ему нужно 15 мегаватт электроэнергии, чтобы мы дальше могли развести разговор. Я с ужасом подумал, что я ему буду предлагать. Что я ему буду предлагать и где. Лишняя электроэнергия ни на одном предприятии, ни на одной предприятии, ни на одной станции, она построена по конкретной потребности, чтобы уменьшить потери. Ну, и более эффективно было трансформировано. Об этом почему-то не говорили. Да, мы шаг сделали на уровне главы государства, но это уникальный шаг, впервые я сделал, в прошлом году написано на распоряжении главы государства о том, что свободные экономические зоны должны дать свои технические условия энергетикам Минэнерго, именно Энерго должно дальше реализовать вот эти вот нагрузки. Распределение строительства, совпределение в том числе и источников финансирования и всех остальных вещей. Но мы иногда опаздываем. Он сегодня готов, я должен ответ дать. Я пока не могу дать, но это проблема, она должна быть системной. Поэтому это тоже место приложения вот нашего малого, среднего бизнеса. Включение международные вот такие вот связи этого делать. Ну, это так мыслик скучь, я извиняюсь. Регламент? Да, регламент. Да, регламент. Да, вот пишет директор. А, вон он сидит. Да, здесь, да. Да. Так вот, господи, агентство, директор агентства стратегического развития, я в связи с президентом Лондонского и инвестиционного флота. Да, ваша вот оценка, ваше видение того же вопроса, вот, что все-таки у нас да, за последние 2-5 с инвестиционным климатом происходит, да. Спасибо. Добрый день, коллеги. Ну, я систематизировал, наверное, эту информацию, которую Дарьи дал относительно инвестиционного климата. Три такие основные факторы, три столба, которые, на мой взгляд, сегодня планируют и генерируют вот инвестиционные средства в Беларуси Ферме. Конечно, я абсолютно согласен с Дарьи, мы там акроэкономика, потому что любой здесь проект, начиная с бизнес-плана, с центра эффективности проекта, с оценки рисков. И я помню, в то время, 7 лет назад, невозможно было просчитать бизнес-план, чтобы он, хотя бы на 2 года был условно стабилен. И мы паника, менеджмент, собственники выдержали финансовую модель, которая была заложена в бизнес-плане. Сегодня мы делаем бизнес-план, и мы видим, что нам легче стало прогнозировать. И здесь помимо стабилизации валютного курса, я помню, безусловно, спех с банками, экономики, инфина, в том числе, в отношении снижения инфляции. То есть я очень рад, что в Беларуси у нас инфляция спустилась до уровня 6 процентов. Я уже забыл, когда такие времена были. А это, в свою очередь, безусловно, влияет на ставку и финансирование, которое, по сути, влияет на стоимость денег в стране. Сегодня у нас ставка и финансирование – 9,5 процентов. У нас бизнес-планк очень долго хотел их снизить. Сделается меньше, чем значное число. И вот уже, вроде бы, получилось это прекрасно. Потому что в любой стране мира ставка и финансирование – это, по-моему, такой индикатор институционной активности. Потому что, из моего наблюдения, в компании, которые приходят в беларусские СССР, они идут в беларусские банки и в международные банки, такие как ЮБРЭР, например, которые работают в нашей стране и кандидуются здесь. Потому что, ну, так достаточно удобно стратегулировать финансирование в 2,5 процентов. Поэтому ставка и финансирование – это большая заслуга, которая формирует под нашу индикационную среду. Поэтому экономика – это первое, наверное, основное стабилизация, основное преимущество, которое мы получили за последние 5 лет. Второй момент, ну, безусловно, нельзя его войти – это либерализация введения бизнеса в стране. У нас заработал в той или иной мере декрет номер 7, который позволил простить ряд административных процедур для предпринимателей. Часть строительства, например, мы были в прошлом году в Женеве на Международном Форуме. И был слайд, который показывал рейтинги введения бизнеса в разных странах. И мы слияли рядом с швейцарцем. Долусь была на 37-м месяце, в Швейцаре на 39-м. То есть мы выше по индексу «Доид бизнес», который делает именно банк, чем Швейцария. Это, конечно, большая заслуга для нашей экономики и индикатор для международного инвестиционного сообщества. Потому что не все, но многие из моих наблюдений, они обращают внимание на рейтинги. Хотя это, скажем, не основной фактор, который влияет на принятие решений в инвестиционной стране. В то же время в Беларуси сегодня можно легко открыть компанию за один день. Это нравится иностранным инвесторам. Хотя есть, как раз, в частности, как коллеги сегодня отметили, мир идет дальше. Сегодня в европейских странах, в Лондоне, в Англии, например, можно открыть компанию онлайн за один час. Я думаю, что, скажем, есть куда реализовать и создавать дополнительные преимущества. Ну, третий такой имиджевый фактор. Я согласен, например, с коллегами, что, безусловно, развитие технологии ПВТ играет дойденную роль на развитии плодовской экономики. Но я бы посмотрел немножко на другой призме. Мне кажется, что ПВТ играет очень большую роль в отношении промирования имиджа нашей экономики, потому что с декрета номер восемь, который был первым, декрет с таким силам в восемнадцатом году, подписан был в семнадцатом году, то есть прошло там два года. В Галарусь муссировалась международные СМИ, масс-медиа, как интересная привлекательная страна для IT-проектов. И, я думаю, по индексу цитируемости мы поднялись очень-очень высоко. И таким образом IT-сообщество, IT-бизнес, он тянет и реальность в центре экономики, потому что про нашу страну узнают сочтение позитива. Мне это очень диспетизирует. Второй момент, когда те сделки, которые произошли в IT-секте из последних лет, это тоже новости, это тоже индикаторы и зеленый свет для международного бизнеса общества, а не только в IT-сегменте. То есть в нашей стране можно приходить, инвестировать, делать компании, продавать их, делать M&D-сделки и так далее. Практически все крупнейшие интернет- ну, скажем, IT-корпорации уже покупали бизнес в Беларуси. Facebook, Google, BDN, Mail Group – это компании, которые стоят миллиарды долларов, они купили наши белорусские стартапы, либо наши средние компании и успешно работают в нашей стране. Поэтому, я думаю, вот IT можно как минимум сохранить какую-то имиджную сторону, там много дискульзий в отношении роли парка, роли IT на макроэкономику, на, скажем, вот как бывало внутреннего продукта, но точно мы выбираем точечки линия имиджа. Чего это, в общем-то, третьи моменты? Можно развивать и добавлять какие-то другие моменты, которые влияют на другую цену имидж, но мне кажется, что эти факторы это и есть на тенденции последних лет. Спасибо большое. Ну, в принципе, подходы, мы так понимаем, да, сформированы, оценки и приоритеты расставлены по поводу системного климата. Данное, как я делюсь, терпимо, хорошо, с учетом рейтингов и так далее, не случайно. И вот мы ощущаем, ощущаем буквально вот за последний год, наверное, очень возросший интерес фирм со всего мира. Это и начиная Китая, и рядышком там расположенные страны, европейские страны, американские континенты и так далее. Это действительно подтверждает вот те, наверное, тезисы, которые были озвучены. Каждый по чуть-чуть у меня свои платы. Поэтому в настоящее время надо определиться по источникам финансирования, по источникам идей, по источникам инвесторов. Если неравидное слово я применил, да, в этом слове прошу прояснить сразу. Может быть, это совсем корректно. Так вот, за последние пять лет развитые страны, такие как Великобритания, Амстрия и Германия, существенно сократили прямые иностранные инвестиции в страны с переходной экономикой. В то же время вся в родное место с Германией привлечена свыше 60 миллионов долларов в США или составляет 7% от общего инвестиционного портфеля. Если в этом внимание и иностранные кредитные линии, то на Германии приходится более 22%, и это уже свыше 250 миллионов долларов. В настоящее время действуют два резидента с немецким капиталом, это фирма «Белопетер» и фирма «Хаммербан». Сегодня в качестве эксперта выступает Евгений Мугли, глава немецко-головского экономического клуба, который с 1994 года представляет интересы немецкой компании «Беларуси». Сегодня очень количество участников в клубах вмешает 50, и один из них присутствует сегодня на сегодняшнем поле, на сегодняшнем поле. к вопросу господину Мугли. Прошу вас представить коллеге и рассказать, как все-таки развиваются немецкие деловые отношения и какие с вашей точки зрения перспективы реализации новых совместных и иных проектов. какой менталитет, на что необходимо простить внимание в Беларуси в целом, в Буанинской области, в частности, именно с точки зрения немецкого бизнеса? Спасибо, Сергей Владимирович, за представление и вопрос. Я продолжу, наверное, представление коллег, членов нашего клуба. Это компания «Белар Шакер», лице-директора Тяну Кученкова, «Белар Шакер». Как вы сказали, в настоящее время в нашем клубе больше 50 членов и почти все крупные инвесторы из Германии и наши члены. Почему я говорю почти все? Потому что, ну, к сожалению, есть, я совсем тоже недавно узнал, есть представители с немецким капиталом, и немецкие, которые являются нашими членами, что мы надеемся все-таки как-то изменится в ближайшее время. И в прошлом году, я тут уже подхожу непосредственно к вашему вопросу о тенденциях, о развитии, в прошлом году было 2-3 очень знаковых проекта инвестиционных с немецким капиталом. Наверное, все наслышали об этом. Об этих проектах – это, прежде всего, участие компании немецкая, известная «Перман» в качестве ученицеля в ферме «Аликер». Это, опять-таки, вхождение качества ученицеля компании «Юиспорт», это крупнейший внутренний вклад в Европу в парк «Великами». И это инвестиционный проект, тоже текущий, уже как бы в определенной степени реализованной, инвестиции там, да, продолжаются, инвестиции, инвестиционный проект компании «Политпол», производство мебельная компания, производство мягкой мебели. Возвращаясь, может быть, к вашему более такому политикальному вопросу о тех критериях, о тех факторах, которые важны для инвесторов. Ну, как, наверное, я не открою совершенно Америку, и ответ, в общем-то, очень хорошо иллюстрируется, в том числе и покупающие его отделы. Тем примером, который приводил умный Италий относительно консульского инвестора. Это, на самом деле, какие-то специальные требования у тех же немецких инвесторов. Это принципиально, безусловно, экономическая компуляция, экономическая компуляция предприятия, как более выгодно получить те факторы производства по необходимому стандарту, по необходимому качеству. То есть, данная цель – энергия, рабочая сила, логистические задания. И, собственно говоря, из этого комплекса, всем безумно понятного, складывается оценка, насколько интересна Беларусь в целом и, в частности, для немецкого бизнеса. Ну, и основными комплиментами в качестве такой площадки для инвестиций уступают, наверное, все-таки ближайшие со всей Восточной Европы, Балтика, Украина в этой степени. Безусловно, во-вторых, может быть, во-первых, я не рискую установить порядок этих факторов, но происходит также, конечно, оценка рисков. В общем, в частности, я говорю и я. Оценка инвестиционных рисков, связанных с наличием границ ООО, с наличием таможенных границ, с наличием каких-то административных границ, насколько валютных рисков. В общем-то, все то же самое, что уже называлось. В этом плане, да, есть определенная сдержанность у немецкого бизнеса, которых просто-напросто, потому что многие из немецких ферн не обладают соответствующей информацией. К этому я сейчас как раз хочу перейти, к вопросу о развитии, о тенденциях, о развитии немецко-гелорусских отношений экономических, в частности, инвестиций, прямых немецких инвестиций. Как показывает статистика за последние годы, это связано, конечно, с общим положением экономики Беларуси, взаимоотношения, в общем-то, проселились, мы посмотрим статистику, экспорт, импорт, инвестиции, инвестиционная деятельность. Пронеты показатели до трети, я говорю сейчас о годах 16-17, по сравнению с наиболее оптимальными, наиболее оптимистичными цифрами в 2015-2019 годах. Спасибо. В 2018 год заранил у нас немножко надежду. Наверное, это был самый знаковый, самый удачный, да, с точки зрения привлечения инвестиций, те проекты, которые я назвал, которые я назвал уже, но они, тем не менее, не смогли перекрыть как бы то падение, да, которое в ближайшие последние 2-3 года произошло. В 2019 году наблюдается определенная сдержанность, то есть ныне, к сожалению, не видели продолжения вот такой сильной динамики инвестиционной немецкой бизнеса. Но тут нужно сказать однозначно, что все это происходит на фоне, в принципе, довольно-таки серьезного снижения немецких инвестиций, вообще, то есть по всему миру, не только в Беларуси. Это достаточно заметно. По некоторым направлениям отраслям и странам это достигает, где даже не четверки предыдущего объема, если мы говорим о мультиматском. Поэтому, скажем так, в этом плане взаимоотношения между Германией и Беларусей отражают общую тенденцию немецкой экономики. Надеемся, что это все-таки не будет таким постоянным фактором. Ну и один важный момент, который я хотел бы тоже затронуть, это, к сожалению, или некоторое непосредственное, прямое отношение к привлекательности Беларуси для немецкого бизнеса, или, точнее, вообще, частью немецкого бизнеса в Беларуси, это то, что, к сожалению, Беларусь все еще для подавляющего большинства немецкого бизнеса остается своего отобеда. Беларусь. Беларусь. И мы это видим как бы постоянно, в ежедневной работе. В мае месяце, в конце апреля месяце мы будем на одну из региональных достаточно крупных культурбелевых местах в Гамбурге, и мы видим, что, как бы, мы общаемся, в принципе, с дневной войнами, и видим, что это не первая реакция, а что такое Беларусь? Где-то из Гамбурского региона. Вот. И если еще со словом, ну, немецкий, со словом, что-то, кто-то через один, два, три, кто может что-то начать, со словом, то, конечно, имя, вот, Марк, бренд Беларусь, ну, просто, он не присутствует в Германии, и здесь нельзя даже сделать, как бы назвать, длёгом в отношении Беларуси, потому что, и часто у нас, среди наших членов, очень много есть энтузиастов, которые, так, Беларусь – это хорошая площадка, здесь можно находиться, здесь есть возможность для бизнеса, но, тем не менее, к сожалению, переломиться в общую финансовую, на которую накладывается очень сильно именно общий политический тренд, который серьезно деталируется в отношении Беларуси, и, в результате, мы имеем то, что, фактически, для немецкого бизнеса и возможностей потенциал Беларуси, собственно говоря, в отношении Беларуси, в отношении Беларуси, мы почти не так. Спасибо. Спасибо. Вы, действительно, абсолютно неправильно подмерьте, все-таки, кто владеет информацией, тот владеет миром, да, и понимает, как им ориентироваться, и что стоит, с точки зрения, в том числе, и бизнес-планирования. Меня всегда этого больше всего задевает при общении, да, с иностранными инвесторами, что они очень и очень мало знают, если это нормально, очень и очень мало знают о тех возможностях, о тех причагах, о тех способах трубленов, хотя все читают индексы и так далее, и они постоянно растут, и, казалось бы, любой бизнесмен, любой экономист, аналитик он должен очень сильно посмотреть в эту сторону, что происходит, что есть такой рост, ведь далеко не все страны имеют такие показатели, но, к сожалению, происходит как-то не так, как хотелось бы. и вот в этой связи, действительно, наверное, те усилия, может быть, слишком уж масштабные, может быть, они точечно не попадают на ту почву, которая призвана работать на инвестиционной силе. я у себя в администрации вот очень поддерживаю все инициативы информационного плана, инициационного плана, с тем, чтобы не просто в целом у нас все хорошо, и где-то там передовой статье или на каком-то канале пробежалась осталась строка, которые ни о чем не сказали. А целевым и уже целенаправленно работать и вот в этом ключе. И вот здесь вот, мне кажется, если вы, в том числе с вашим другом, кто вас лучше, наверное, никто не знает, да, мы могли сформировать какие-то целевые вот параметры, целевые параметры, несколько, не надо много, несколько в тех отраслях, где ощущается острая необходимость в инвестиционной деятельности через, прежде всего, кооперационные связи. Это первый шаг, который можно было сделать для того, чтобы партнер оценил возможности и оценил способы и те индексы он прощил вам на себе с минимальными рисками при этом. Так вот, нам бы выкристаллизовать с вашей помощью, да, их не надо много, еще раз подчеркиваю, несколько направлений, которые бы мы просто вывязали, сколько республизаций, на самом деле услышал диалог по результатам. Я, по-моему, с вами согласен, хотел бы подхватить ваши ключевые слова точечная информационная работа. и это действительно, как бы мы видим, это и по-своему, то, чем, собственно говоря, мы каком занимаемся, чем мы не можем заниматься. Мы не можем делать глобально. Мы работаем с совершенно конкретными фирмами, пытаемся какую-то информацию для них донести. здесь еще раз нужно понимать, что, скажем, для тех же мировых немецких концернов, для них очень большое значение имеет именно политическое составляющее. Если, грубо говоря, она попадает в определенный черный серый список, то это уже такой вопрос, ну, ого, мы ее не рассматриваем. Все, ее на нашем экране в качестве возможных инвестиционных точек. Масса немецкого, это, как говорится, для нас это тоже не тема, это, как говорится, не наш уровень работы с такими компаниями. Масса немецкого бизнеса, это вот то, что называется малый и средний бизнес, те, которые составляют хвостяк и средней немецкой экономики. Это как раз наши клиенты, да, и ваши, в общем-то, да, и как раз у них основная проблема, то, что у них нет возможностей и определенный ну, не просто боязнь, но, в самом случае, дистанцированность, поскольку они знают, что там есть риски, специфические риски, которые это могут оценить, для того, чтобы каким-то образом пройти активность за границей, в частности, на новой площадке, где любая другая сторона. И в этом плане, конечно, вот такая точечная работа с такими компаниями по этим направлениям, это, собственно говоря, я вижу это единственный собственно говоря способ и возможность вот эту определенную, ну, не знаю, блокаду, информационную блокаду, не блокаду, не информационную, как бы, пробить, что ли, будет вам брешь, достучаться и показать те перспективы, которые здесь есть площадка для работы. я говорю для того, что вы видели во мне во всей администрации одну из таких площадок, которая готова точечно работать точечно, на темы, для результатов, вам, как вас, сравнение от нескольких таких же оснований. я думаю, это будет еще более понятно, что было видеоролики и так далее. Так вот, спасибо большое. Жизнь продолжается, и вот, если переходить к конкретным, может быть, таким уже атмосферным приоритетам или атмосферным примерам, где что-то у нас во всяком случае не начинает какая-то ясность появляться, это вот пластер или сферу деревообработки, производства мебели и все, что связано с этим. Действительно, у нас в последнее время есть хорошая активность и потенциал в Грозенской области так исторически сложилось, что это менее лисистая область по сравнению со всей остальной страной. Но потенциал в нее за последние несколько мест значительно вырос. Если в настоящее время 24 компании, которые работают в Грозенской области реформируют 90% всего промышленного производства данного сектора в области Грозенской области. 90% делают 24 компании резидентно-сессу. Все, что делается в Грозенской области. если сделать немного прогноз, то к 24 году практически за 4 года, я думаю, даже по тех бизнес-плавам, которые есть, этот потенциал уже зарегистрированным резидентам увеличится в 2,4 раза. то есть, это очень резкий всплеск скачок и так далее. Так вот, на примере этого объединения вот играют компании, которые очень активно играют и ощущаются все-таки правильный менеджмент с точки зрения вложение инвестиций в перспективные проекты под крупных игроков при взаимодействии с крупными игроками. Мы здесь вначале вспоминали Mercedes, BMW начали. Так вот, есть в каждой отрасли свои Mercedes, BMW и иные группы, которые формируют, собственно говоря, вот этот имидж одним из таких компаний является в Майкее, которая приняла программу, приняла программу по развитию деятельности, именно по активизации деятельности в этом секторе и есть программа предполагает значительный рост закупок именно системе для нужд этой корпорации, скажем так. Так вот, сегодня в форуме Михаил Адамский присутствует проектов Икея. Так вот, мы поговорили, да, есть разные мнения, почему почему Мерседес сомневается, да, к примеру, Мерседес рекламируют по-моему, это был... День добрый. Здравствуйте. Мерседес 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 Так, я может два слова скажу, как есть организована. Два слова о том, как организована компания. Мамы две группы. Группа спретажи. Группа продаж и закуповая. Я представлю группу закуповую. Маме главное бюро в регионе централюропе. Знайдвеще в Барсаве. Главное бюро на позиции в Барсаве. Маме бюро в Празе и бюро в Минске. Также есть бюро в Праге и в Минске. В сумме затрудняемо 450 осуд. В общем, у нас затруднило 450 человек. И около 4 лет тому падла децызия, что там pewные рынки globalные на самом свете, которые КРА повинна развивать. Четыре года назад Икея приняла решение, что есть иные рынки, их нужно развивать. Мы говорим тут о базе доставки. и... Секеен Тверсвайя. Другой. 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 Падла на Индии, Хили и Белоруси. Здесь выбор пал на Индию, Китае и Беларуси. Как правило, все это было в Украине, то есть три разные регионы. Это совершенно разные регионы. Одна из причин, почему выбрали Беларусь, потому что в Европе находятся 300 магазинов. В сумме нам 345. А всего 350. Насшу роль и нашу обецность в Беларуси. Наша роль в Беларуси и наше присутствие здесь. Мы подтверждаем, что у нас есть обец в Минске, где затруднены не только Беларуси, но и коллеги. Как мы, коллеги из Беларуси, из Беларуси, приезжаем здесь достаточно сильной группой, чтобы помочь. Чтобы помочь, коллеги из Беларуси приезжают сюда в Беларуси. В Минском офисе наши коллеги организуют контакты поставщиков. А мы, как специалисты, используем наши знания, чтобы трансформировать это и трансферовать инвестиции. Чтобы сделать трансфер в инвестиции именно на Беларуси. О близкости рынка главного рынка уже говорили. Другая проблема, что наши зарплаты совпадают с нами. Они очень большие. Я уже говорила, что касается зарплат, они в Польше довольно высокие. В некоторых моментах повеньшение зарплату о 5-10% вяжет с дополнительными 100-ми, может 200-ми дополнительными зарплатами. Это означает, что мы можем затруднить 100 человек. Другая проблема. Другая проблема. Другая проблема. Другая проблема. Мы в этом случае видим, что такие большие инвестиции должны локировать на Беларуси, с таким образом, как мои коллеги сказали. Что это близкость от логисты к главных рынкам? Что это доступность очень квалифицированных работников? Но не всегда получается это географически, поэтому мы делаем упор на то, чтобы логистика была как можно быстрее и ближе, чтобы специалисты были в наличии специалисты квалифицированные. И мы, конечно же, не заботимся о безопасности бизнеса. Так. Обычно мы таких трех душих репрезентантов, это две фирмы... На данный момент у нас три представительства. Так, это две фирмы литерские, две литерские фирмы, которые производят... Одна фирма из полки, которая производит мякты. Да, да. Оно сегодня проводим новые проекты, два душе. Например, мы и все... Мы работаем над двумя крупными проектами. И несколько таких меньших. И еще много, которые... Ну, поменьше. Которые могут быть более компонентными компонентами. Я только подам такой пример нашего поставки в 5 лет. Три года назад одна из фирмы химических задецидовала себе поставить фабрику ламп в Польше. Это было место в Польше, в городе, в правом виде в этом проекте. Было большое поле кукориды, поставили на поле. Это было большое поле кукориды, а не трех. В течение трех лет поставили еще из бронжи автоматы 3-ти фирмы. В течение трех лет также разместились еще 3-ти фирмы в Афте. И чтобы уникнуть ситуации, что этих працовников забрахнет, фирмы musiały поднять платы по 30%. И чтобы... В связи с тем, чтобы было достаточно кадров и не произошло, скажем так, в наличии специалистов, пришлось повысить зарплату на 30%. Вместе с этим появилась проблема для последующего развития фабрики. Отсюда такое решение о развитии планов направления рынка Беларуси. И наш заожитель Инварнапа всегда говорил, что много чего остается до сделки. И наш основатель всегда говорил, что всегда стоит много вещей для... Для сделки. Для сделки. Для реализации. А ведь мы целый час, помалутку, делаем так, чтобы выполнять свою работу здесь. И тоже то, что есть очень важное. ИК, поднимаясь решение инвестирования с партнером на Беларуси, мы думаем о перспективе 10-15 лет. Мы думаем о перспективе 10-15 лет. Но мы верим, что терпение, образование людей и то, что мы будем вместе это делать... Принесет нам успех. Тебе, пожалуйста. Я спрашиваю. Да, большое спасибо. Ну, я все-таки вот убедил сам себя, что тот посыл, который был сказан в самом начале, что мы должны уметь находить место для малых, средних и для, ну, в рамках операционной связи, разных компаний за счет выстраивания таких программ, которые публичны, которые обсуждаются, и которые может каждый оценить, насколько его роли и места будут вписываться в эту программу. Будь то автомобилестроение, в данном конкретном случае речь идет о концертной идее. Идея — это не только мебель, насколько я понимаю, это буквально все, что нас окружает. Это круг их интересов. Начиная от электрических лампочек, которые светильники и так далее, заканчивая какими-то элементами машиностроения, типа кристаллины, которые работают с металлом, металлообработка, которые используются в каких-то всевозможных системах, в том числе мебельных системах, которые внедряются в систему «Умный дом» и прочие-прочие темы. Таким образом, мы вас специально попросили, чтобы раскрыть эту тему. И я думаю, что и по другим отраслям, а по другим кластерам такая инициатива и такая вот схема работы, она была бы более продуктивна, и мы бы более концентрированы искали, опять-таки, тех же инвесторов или в Германии, или в Белоруссии, или в Белоруссии, или в любом другом месте, или собственные белорусские люди. Видели бы, на чем все таки можно работать, пока увидели на здоровом шкуре. То я отвечу за это, потому что фактически первая фаза этих больших доставщиков – это доска, уже произошла. На данный момент мы еще поставщиков в сфере производства мебели, пластиковые, пластиковые. Потому что эти элементы, как я сказал, также, как я сказал, также, как я сказал, эти элементы – это также обложение домов и это также необходимо, как и мебель. И, навязываясь до таких программ, в марте у нас была встреча в Гомеле, где запросили мы малых и средних предпринимателей, показывая им, какую именно продукцию нам необходимо купить. А следующая встреча такого же плана обязательно будет в Громе. Могу я задрагить об этом, почему так не помню? Я немножко про занавес, это будет в начале декабря. Поэтому мы тоже рассчитываем на помощь, на организационную поддержку со стороны трудных мест, чтобы это организовать. Принимается, спасибо большое. Мы, в принципе, общих таких расступлений, тенденций, мы вышли на один из примеров, не единственное, один из способов, как практически применить ту аналитику, которую вот уважаемые модераторы и не только делами, выдают, как ей пользоваться. Что называется на конкретном примере. Большое спасибо. Я думаю, вы должны быть очень богатым человеком. Потому что у меня приходят бизнесмены и говорят, слушай, ты вот мне скажи, куда мне вложить деньги, чтобы я быстро заработал, он был очень богат. Я говорю, если бы я это знал, я бы уже их вложил или предложил. Это очень важно знать направление, уметь прогнозировать. И вот, я думаю, такими мерками, такими действиями, если что-то говоря, будем иметь хороший успех.